Каких зверят не бывает? Мой любимый злат. Как заставить ребенка пробовать еду? Тоже ты и скушаешь. Ой, а ну... Стоп! Ой, стоп! Ой... Почему ты это выбрала? Я не знаю, честно. Мне кажется, он пропал, ребят. Всем привет, ребята! Вы на канале Супер Злата. И сегодня я приготовила злате необычный челлендж с едой. Он называется «Ответь или страдай». Сладко, иди сюда! Что? У меня для тебя челлендж! Какой челлендж? И что-то делает еда, которую я просто ненавижу. Садись, посмотри. Я собрала здесь все твои самые любимые лакомства. Посмотри, это гуакамоле, это горчица, а вот это вот понюхай. Что это? Сыр. Кстати, хочу сказать, что очень даже мне нравится, ничего не могу сказать. Блин. Это салат табуле. Мама его обожает. И, конечно, сальса. Нет. Мексиканская такая, мексиканский соус из помидор. И знаешь, что тебе надо делать с этой едой? Что? Тебе не надо ее есть, если ты ответишь мне правильно на вопросы. Это челлендж «Отвечай или страдай», который мы повторяем за твоим любимым блогером Вики Шоу. И ты будешь отвечать на ровно те же вопросы, на которые отвечала Вика. Поэтому мы сравним ваши результаты потом. Вики Шоу, вам привет. Приветик, ребята. Вы крутые, мы вас любим. Ну что, Злата, ты готова? Нет. Но вопросы все равно придут к тебе. И первый вопрос. Какое молоко никто не пил? Коровье, козье, кокосовое или птичье? Мне кажется, не знаю, наверное, птичье, потому что я не слышала, что птицам было молоко. И это правильный ответ! Злата, ты побеждаешь и ты не пробуешь ни одну из этих вот прекрасных деликатесов. Вопрос номер два. Каких зверят не бывает? Моржат, черепашат, медвежат, чебурашат? Ну... Чебурашат. Это дети-чебурашки. И это правильный ответ, Злата Мира! Это что же, мы не попробуем, что вот это вот? Конечно нет! Так, я решила к тебе подсесть, чтобы наша игра приобрела больше, интерактивно. Тогда ты будешь тоже пробовать. Чтоб ты точно не мухлевала, я буду смотреть. Итак, третий вопрос читаю. Что растет на дубе? Первое, семечки, второе, желуди, третье, золотая цепь, четвертое, яблоки. желуди. И это правильный ответ, когда же мы попробуем? Это легко. В горчицах. Лата, подожди, подожди, там будут еще интересные вопросы. Куда уходит душа, когда ей страшно? В желудок, в пятки, в подружке, в школу? В пятки. Правильно, Злата, этого человека не сокрушить. Мы хотим попробовать все-таки блючис. Мы не хотим ничего пробовать. Ну хорошо. Сколько желудков у осьминога? Один, два, три, четыре. Сейчас. Дай подумать. Она делает вид, что вспоминает, хотя этой информации в нашей картотеке не было. И ваш ответ? Четыре. Итак, Злата, мне рассчитают, что у осьминога четыре желудка. Это неправильный ответ, неправильный. А теперь... А с какой у него желудок? У него три желудка, на самом деле. Теперь я посчитаю, что же ты скушаешь. Ааа, мой любимый. Злата, тебе так повезло, это так вкусно, невозможно, это просто аромат франции. Le французский cisse. Ит французский. Ит французский. Ты должна съесть хотя бы половину ложки сыра. Хорошо. Давай, мой герой. Я... Нет, Злата, это читерство. Давай. Наши подписчики я хотела тебя пронкануть. Все. Ешь. Ешь. А нормальный, но какой-то привкус странный. Ну вот, видишь, как заставить ребенка пробовать еду, устроить ему челлендж. Родители, берите на заметку. Что такое кинофобия? Фобия, ребят, это когда человек очень, очень панически чего-то боится. Это бывают разные фобии, фобии замкнутого пространства, там разные-разные. Так вот, кинофобия, это боязнь. Первый вариант, кинотеатров. Второй вариант, снимать себя на селфи. Боязнь паническая. Мы бы не смогли вести блок с такой фобией. Третий вариант, боязнь собак. Четвертый вариант, боязнь толпы. Ваш ответ? Не знаю. Ну, порассуждай, на что, как ты думаешь? Ну, с одной стороны, похоже на кинотеатров. Мне кажется, человек не может бояться кинотеатров. У кого есть такая фобия боязни кинотеатров, пожалуйста, напишите в комментариях, чтобы я знала, что такие люди есть. Это да. Но я уверена, на самом деле, что они есть. В кинотеатре темно, шумно. Я думаю, что это может быть страшно кому-то. Но таких мало. Кинофобия это? Боязнь кинотеатров. Итак, Злата ответила, что кинофобия это боязнь кинотеатров. И это неправильный ответ. Неправильный. Бац. О, твой гад. Значит, считаем, что ты будешь пробовать. Ну что ж, я считаю, это не самое ужасное, что может быть. Это ужасно. Глакамоле. Ребят, поднимите просто руки в комментариях, кто любит глакамоле. Я обожаю. Если вы любите глакамоле, пишите зеленые сердечки либо авокадики. Вот тебе ложка. Ай, это же какое оно. Стоп! Ой. Стоп! Сейчас будем пробовать. Давай. Открывай рот широко и засовывай. Не надо тут расшаркиваться. Ну как? Ну неужели так плохо? Это же авокадошка. Авокадошка это вкусно. Ну ладно, тебе закусончик. И так пришло время следующего вопроса, Злата. И может быть даже новые пробы. Вопрос хитрый. Сколько человек тянули репку в одноименной сказке? Давай сначала вспомним сказку. Давай? Я начну, а ты продолжай. Вырастил дед репку. Она стала большая, прибольшая. Большая, прибольшая. И дед не мог ее вытянуть из земли. Потом он позвал бабку. Бабка за дедку, дедка за репку. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Позвали они внучку. Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Позвали они собаку. Жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за репку, дедка за репку. Никак. Позвали они кошечку. Кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, за дедку, за репку не могут. Позвали они мышку. Мышку. Мышка. За кошку, кошка, за жучку, жучка, за внучку, внучка, за бабку, за детку, за репку не могут. Кого они там еще звали? Кого? Все, вроде все. Мышка. Мышка прислала, что-то там костиком махнула, и они вытянули ее. По-моему, так. Итак, вопрос. Сколько людей тянули репку? А только люди? Такой вопрос не знаю. Три. И это правильный ответ! Я тебя поздравляю. Кстати, Вики Шо ответила неправильно. В итоге получается ответ. 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 Итак, мама, какой твой ответ? Твой ответ Б в три. Подожди, подожди. А ты еще раз продиктуй вопрос. Слушивайся в слова. Вопрос звучал следующим образом. Сколько человек тянули репку? И правильный ответ был. Внимание. Ответ Б. Ты избежала участи. Пока. Но это еще не все вопросы. Внимание, вопрос для фанатов Гарри Поттера. Кто не дружит с Роном Уизли? Первое. Гарри Поттер. Второе. Невил Долгопупс. Третье. Драко Малфой. Четвертое. Гермиона Грэнджер. Драко Малфой. И это правильный ответ. Нес! Конечно, истинные фанаты Гарри Поттера даже размышлять не будут. Это очень легко. Следующий вопрос. Какая страна потребляет больше всего шоколада? Швейцария, Германия, Россия, Польша. Россия. Почему ты так думаешь? Не знаю. Просто хочется. Хорошо, ребята. Это неправильный ответ. Какой правильный ответ? Какой правильный ответ? Правильный ответ Швейцария. Это та страна, где производится самый лучший, самый лучший, высококлассный и качественный шоколад. И пара-папам. У тебя есть какая-нибудь считалочка, которую ты знаешь? Посчитай. Энки-бэнки, ели, вареники, энки-бэнки, бац. Ты должна была сюда показать. Ты хочешь эту? Ну ладно. Ребята. Мам, да еще виноград у нас на случай. На случай плохой. Сейчас дам. Давай сначала это съешь. На ложку. Ложка. Горчичка. Стоп. Хорошо. Вот так оно выглядит. Главное в рот засунуть сразу. Давай. Губами в рот сразу засунуть, потому что по частям это сложно. Давай губами. Почему ты это выбрала? Я не знаю, честно. Почему-то Златке показалось... Закуска. Закуска срочно. Ну как тебе? Какой вкус? Тогда не ешьте горчицу. Ладно, Злат, на самом деле у нас остался один вопрос. Может быть, ты и не попробуешь сальсу и табули. А может, и попробуешь. Кто знает. Итак, наш финальный вопрос, друзья. Какая планета самая горячая? Плутон, Венера, Марс или Юпитер? Марс. Нет. Нет. К сожалению, нет. Злата проигрывает. Поэтому мы попробуем еще одну из этих... Какой правильный ответ? Правильный ответ, ребят, Венера. Венера, видимо, потому что она ближе всего к Солнцу. Ее температура выше. Ну что же, посчитаем. Ехала мандаринка по имени Иринка. Уроки не учила, двойка получила. А когда пошла гулять, получила цифру пять. А когда пошла домой, получила цифру ноль. Табули. Ну что ж, в принципе, не так плохо. Я хотела давно попробовать этот салат. О, боже, какая красота, Злата. Ты знаешь, как это полезно? Ты сейчас узнаешь, как это полезно. Но это правда полезно. Ничего нет плохого. Так что, пожалуйста, съедай всю тарелку. Кажется, она научилась справляться. Ну как? Нет? Да что ж такое-то? Не угодит тебе, дамочка, с блюдами. Ну, мама, сама попробуй. Да вообще без проблем. Я обожаю еще с Дубая этот салат. Мне кажется, он пропал, ребят. Это не так вкусно, как должно быть. Ну, я же тебе говорила. Аааа. Ну, вообще-то там более вкусно. Ребята, я сегодня попробовала много новых ужасных блюд. Ну, я бы сказала, что ты все-таки победила в этой игре, потому что большая часть ответов была правильная. Так что, наш повтор за Вики-шоу удался, как мне кажется. Как вам кажется, понравилось? Если вам понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. У нас очень позитивный контент. Всем удачи, всем пока-пока и до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok